Виртуальный музей Леонида Гайдая открылся в Иркутске. По сути, это интерактивный сайт, где люди могут изучить биографию режиссера и его творчество. Одна из главных особенностей портала – 3D-модель дома Гайдаева, созданная на основе реального здания. Пространство онлайн-музея выполнено в игровой форме, благодаря чему зритель сможет запускать мультипликационные истории. Поводов удивиться будет не меньше на другой уже реальной выставке в Иркутске. Она объединила медиков, оборотней, спортсменов и шаманов. Что между ними общего, знает Ольга Харнутова. Ей слово. От длинноносых, которые носили в период чумы, до изящных венецианских и медицинских. Такое разнообразие масок можно увидеть на выставке, которая сегодня открылась в отделе Иркутского краеведческого музея. Экспозиция отражает, как этот аксессуар менялся на протяжении нескольких веков. Можно даже проследить историю и чем отличаются маски разных народов мира. Начинается выставка с витрин, на которых представлены обрядовые и религиозные атрибуты. Маска уже с глубокой древности, когда появляется шаманизм как религия, она играет очень важную роль. То есть человек перевоплощался, одевая маску. И шаманизм, маска, она уже впитывается в других религиях, в том числе в буддизме. Религиозные маски принадлежат фонду музея. Однако на выставке есть экспонаты, которые представили и театры, а также различные организации. К примеру, хоккейный клуб «Байкал Энергия» презентовал предметы индивидуальной защиты, которые носят его болельщики, а также каски своих игроков. Мы обратились в хоккейный клуб и взяли вот эти вот шлемы, которые, кроме того, сотрудники клуба украсили фирменными знаками не только «Байкал Энергии», но и ностальгический логотип «Сипсканы». Конечно, в связи с пандемией коронавируса защитные маски занимают особое место на выставке. Можно найти средства индивидуальной защиты на любой вкус. Самые привычные украшены стразами и с рисунками. Эту же маску напечатали на 3D-принтере. А вот эту маску изготовил машинист гидроагрегатов «Братская ГЭС». В период, когда коронавирус набирал обороты и многие помогали медикам, работник тоже не остался в стороне. Он сделал 16 таких средств индивидуальной защиты. На изготовление одного защитного экрана уходило у брачанина около двух часов. После такие маски мужчина передал местным медикам, которые работали с коронавирусными пациентами. Но хочется верить, что скоро все эти атрибуты станут такой же историей, такими же экспонатами, как и маски шаманов и театралов. Ольга Харнутова, Виктор Черкашин. Новости по будням.